Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленная! Благословенное имя Господа! Синтия, скольких людей ты знаешь, которые создают вокруг себя особенную атмосферу, потому что постоянно славят Господа? Многих ли? Очень мало. На ум приходит всего один человек – Агнес Кавески. Ей 92, но когда общаешься с ней, такое ощущение, что она маленькая девочка. Она постоянно в восторге от Бога и постоянно говорит о Нем. Да, это так. Зачастую в церкви, когда играет музыка, люди поднимают руки и на глазах даже могут появиться слезы. Но когда они выходят из церкви, почти никто вокруг не догадывается, что они верят в Иисуса. Но в 33-м псалме сказано «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Не только на церковном собрании, а в повседневной жизни. И сегодня мы начнем разбирать этот псалом. Я верю, что через него Бог укрепит и вдохновит людей и наполнит их жизни своим светом. Дорогая, у нас осталось время только для коротенькой молитвы. Пожалуйста, помолись. О да. Господь, наши сердца готовы. Наполни их своим духом, чтобы мы могли постоянно славить Твое имя и приводить других людей к Тебе. Повсюду, где мы бываем. Для многих из нас, любящих Писание, настоящим героем является царь Давид. На иврите мы называем его Давид Мелех. Кстати, у нас даже есть небольшая песенка о нем. Пожалуйста, послушайте ее. Давид Мелех, Мелех Израил, Давид Мелех, Мелех Израил, Давид Мелех, Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай... Ну и так далее. Она о человеке, который так нас привлекает в Писании. Он нам нравится, потому что мы понимаем, что он был таким же обычным человеком, как и мы с вами. Со своими сильными и слабыми сторонами. Например, мы видим грехи Давида с Версавией, убийство ее мужа, чтобы Давид мог взять ее себе в жены. То есть мы видим реальные ситуации в жизни Давида, которые дают нам понять, что он обычный человек, и иногда он спотыкался и падал так же, как и мы. А также мы видим величие Давида. Меня впечатляют слова Давида, которые он произнес Господу. «Милость Твоя возвеличивает меня». Не знаю, как у вас, но мое сердце очень трогают эти слова. Давид имел в виду, что великим его сделала не его собственная праведность, или какие-то его способности. Великим его сделала Божья милость к нему. Даже когда Давид падал. Отец Небесный никогда не покидал его. Он дисциплинировал и исправлял его. Давиду даже пришлось пострадать за свой грех, но Бог никогда не забывал о Своем завете с ним. Божья милость и его верность по отношению к Давиду сделали Давида великим. И сегодня мы рассмотрим один из псалмов Давида. Он один из моих любимых, и это 33-й псалом. Трава сохнет, цветы вянут, но слова Хошема, или Слова Господа, пребывают вовеки. Мы будем разбирать стих за стихом. Если у вас есть Библия, то можете открыть ее вместе со мной. Это такой хороший псалом. Он так преподносит и вдохновляет наш дух. Послушайте Слово Божие. Второй стих говорит «Восславлю Господа во всякое время». Как я уже много раз говорил, в английском переводе Библии мы часто видим Слово Господь, написанное всеми заглавными буквами. Почему? Так переводчики пытались воспроизвести собственное имя Бога на иврите «Ют-Хей-Вав-Хей». Это имя Господь открыл Моисею в книге «Исход». Моисей спросил, что мне сказать, кто послал меня? И Господь ответил «Я, я, Есмь». Затем он сказал, «Твои отцы, Моисей, знали меня как Эль-Шадая, как Бога Всемогущего, но мое имя...» И Господь выдохнул «Яхве», состоящее из букв «Ют-Хей-Вав-Хей». Итак, «Яхве» или «Ют-Хей-Вав-Хей» — это личное, заветное имя Бога, которое он открыл израилецянам. А в этом псалме Давид обращается к Господу и славит Его, используя это имя. Он не просто обращается к Богу с безликим словом «Господь», а называет Его по имени. То есть, на самом деле, Давид говорит, «Восславлю Яхве». Бог или Господь — это титул, а Яхве — это личность. Бог — это личность. Давид говорит, «Восславлю Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих, пусть это будет для вас не только вдохновляющим призывом». Для Давида это было заявление. Он сделал заявление. То есть, «Я буду славиться». «Восславлю Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих». Так Давид задал курс для своей воли. «Хвала Ему всегда будет на моих устах». Хочу сказать, что вы тоже можете сделать такое заявление, потому что Господь дал нам свободную волю. Давид не сказал, «Я буду славить Яхве, когда у меня будет настроение». Если бы Он сказал так, тогда там не было бы слова «всегда». А Он сказал, «Хвала Ему всегда на устах моих». Почему она была там всегда? Потому что таким был Его выбор. Это было проявление Его воли, и мы с вами тоже можем контролировать свою волю. Помню, много лет назад я занимался борьбой. Тренировки были каждый день, и мне не всегда хотелось идти на них, потому что там ты потеешь, выкладываешься на полную, иногда едва можешь дышать. Я не всегда был в настроении, чтобы идти на тренировку, но это было решением моей воли. Мною двигало то, чего я хотел добиться. Так же, и мы принимаем решение. Я буду славить Господа во всякое время. Не потому что мне всегда этого хочется, а потому что этого я хочу для своей жизни. Именно туда я хочу двигаться, потому что в этом моя судьба. И для того, чтобы ходить в победе, мы не должны руководствоваться чувствами, но стать крепкими солдатами и руководствоваться своей волей. Я буду славить Господа во всякое время. Хвала Ему всегда будет на устах моих. Я знаю, что многие из вас такие же, как и я. Иногда вы просыпаетесь утром и чувствуете себя бодрым и вдохновленным, безо всякой причины. А иногда вы просыпаетесь и чувствуете лень или пустоту, или внутри нас нет никаких чувств, которые вдохновляли бы нас благословлять Бога или славить Его. Но даже когда мы ничего не чувствуем, даже когда никакое чувство не побуждает нас славить Его, у нас все равно есть выбор. У нас есть сила воли. Именно поэтому я каждое утро провожу время с Господом. И я призываю вас делать то же самое. Начинайте свой день с Богом. Начинайте свой день, благословляя Отца через Иешуа. Делая так, несмотря на свои чувства или настроение, вы устанавливаете курс для всего этого дня. Это называется законом первых плодов. Когда вы отдаете Богу начало своего дня, это задает тон всему оставшемуся дню. Поэтому важно жить не чувствами, а решениями, прежде всего. Мы имеем власть над своей волей. Иногда, когда я просыпаюсь по утрам и чувствую себя потерянным или уставшим, или после ночных кошмаров, мне решать, буду я славить Бога или нет. Я начинаю с благодарения. А потом молюсь за мою жену. Отец, спасибо за жизнь, которую ты нам дал, за возможность знать тебя и любить. Спасибо, что в этом дне есть потенциал для победы и изменений. Отец, спасибо за твою благость, которую ты являл нам все эти годы. И когда мы принимаем решение благословлять и славить Его, говорить о Его славе, Его чудесах, то вдруг меняются и наши эмоции. Всего пять минут назад у нас не было никакого желания славить Его. Но поскольку мы решили сделать это, поскольку мы проявили силу воли и начали славить Его, как говорит Давид, хвала Ему всегда на наших устах, и всего через пять минут нам так хорошо. Мы полны жизни и радости, и наш взгляд на этот день меняется полностью. А почему? Потому что мы перенесли себя в дух усилиями своей воли. Иисус не сказал «всякого, кому захочется, прийти ко мне». Он сказал «всякого, кто придет». Поэтому, читая слова Давида, «Вас славлю Господа во всякое время». Вы должны понимать, что Давид делает заявление, он задает курс своей жизни. Он не руководствуется чувствами, а говорит, что будет это делать. Например, морские котики не руководствуются своими чувствами, я имею в виду пехотинцев. Они встают утром и говорят себе, «Я воин, поэтому я буду идти и сражаться». То есть они переступают через свои чувства и руководствуются силой своей воли. Дорогие мои друзья, моя мишпаха или моя семья, хавери или друзья мои, вы тоже можете выбирать. Вы можете сказать, «О нет, с меня хватит». Хватит этой теплоты. Я больше не позволю врагу контролировать меня через мои эмоции. Я буду постоянно благословлять Господа. Хвала Ему всегда будет на моих устах. Я буду каждый день начинать с тобой, мой Господь, молясь и читая Писания. Я буду благодарить тебя за твою благость и за все, что ты сделал для меня за все эти годы. Спасибо тебе за этот день. Это может быть нелегко, но если вы продолжите делать это, то станете сильнее. А когда вы станете сильнее, то станете еще и счастливее. Как говорил еще в одном псалме тот же царь Давид, что унываешь, ты душа моя, прославляй Господа, я буду славить Его. Каждая гора выровняется, а каждая долина выпрямится. Последние станут первыми, а первые последними. Мир и справедливость будут царствовать на этой земле. В воскресенье утром чиновники города Сороция, окрестных городов, даже из столицы собрались вместе на встречу, где я обратился к ним. Это было сильно. Отец, как потомок одного из 12 колен Израиля, я высвобождаю твое сверхъестественное помазание. Творить помазание силы во имя Иисуса, во имя Господа Иисуса, во имя Иисуса. В конце своего обращения я сделал призыв к покаянию. Я сказал, если вы чувствуете, что Бог говорит сейчас к вашему сердцу, если вы никогда не принимали Иисуса, то, пожалуйста, выходите ко мне. Ко мне вышло три человека. Прежде всего, хочу сказать, что Иисус любит вас, и я люблю вас. Повторите за мною, скажите, «Бог, спасибо за то, что выбрал меня». Мы видели, как эти лидеры встали и вышли вперед. Они отдали свои жизни Иисусу Христу. Он не сказал, «Поднимите руку, или пусть все закроют глаза». Он сказал, «Вставайте и выходите вперед». Я такого еще прежде не видел. Еще раз второй стих, а потом продолжим. «Восславлю Господа во всякое время. Хвала Ему всегда на устах моих». Если мы настраиваем себя на то, что хвала Ему всегда будет в наших устах, то это означает, что мы будем славить Его не только утром, когда мы одни в нашей молитвенной комнате, а всегда. То есть мы будем славить Бога весь день. И это будет отражаться во всем, что вы делаете. Например, стоя на кассе в магазине, вы скажете кассиру, «Пусть Бог благословит вас, Баруха Шем, слава Богу! Хвала Ему будет на ваших устах весь день, и люди будут знать об этом. Все, кто вас окружают, будут знать об этом. Вы сможете открыто говорить, «Слава Богу!» Вы не будете скрываться, потому что хвала Ему будет всегда на ваших устах. Вы свет неру. И мы не должны позволять страху перед людьми мешать нам постоянно славить Господа нашими устами. Я понимаю, что для всего нужна мудрость и подходящее время, но в жизни многих из нас вообще нет хвалы Богу. Мы можем славить Его наедине, или в наших церквях, или общинах, когда все поют вместе. Но если подумать о нашей повседневной жизни, можно ли сказать, что хвала Богу льется из нашей жизни, и люди при этом могут ее увидеть? Давид не делил свою жизнь на части. Он не славил Бога только в определенных местах и в определенное время. Все разговоры Давида были приправлены хвалой Господу. «Баруха Шем!» «Благословенно имя Господне!» Люди должны постоянно слышать эту и подобные ей фразы из наших уст. И что, что они не могут нас понять? И что, если не все готовы это принять? Давайте не позволим им контролировать нас. Давайте менять нашу культуру и быть положительным светом для Бога в этом мире. Ну а мы идем далее. «Хвала Ему всегда будет на моих устах». Я призываю вас. Откройте свои уста и прославьте его. Не позволяйте миру или кому-то еще закрывать вам рот. Ваш рот должен быть постоянно бьющим фонтаном хвалы Богу, и все вокруг должны знать, что вы свет миру, сияющий для Бога. И какие ценности вы отстаиваете? В следующем стихе Давид говорит, «Душа моя будет хвалиться Господом. Пусть услышат кроткие и возвеселятся». Давайте разберем этот стих. Тут представлены две идеи. Во-первых, Давид говорит так, «Моя душа будет хвалиться Господом». Это означает, что уверенность Давида в Господе была очевидна всем. Библия говорит, «Пусть хвалящийся хвалится Господом. Пусть хвалящийся хвалится тем, что знает меня». Когда у вас правильные мотивы, то нет ничего плохого в том, чтобы хвалиться Господом. Так люди увидят, что вы уверены в Боге, уверены в себе и в Боге. Иногда мы настолько сфокусированы на том, чтобы оставаться смиренными, что враг использует это против нас, потому что мы не принимаем ту уверенность, которую мы должны иметь в Боге. Возьмем, к примеру, Иисуса. Он — наш пример для подражания. И вот вам вопрос. Был ли Иешуа уверен в себе? Ну, конечно, был. Он был уверен в себе, будучи в Боге. Обратите внимание, что Давид развивает эту мысль и говорит, «Пусть услышат кроткие и возвеселятся». Итак, во-первых, Давид говорит, «Душа моя будет хвалиться Господом». Пусть услышат кроткие и возвеселятся. А почему кроткие будут веселиться, когда Давид будет хвалиться Господом? Смирение Давида подкрепит тех, кто в трудностях, и покажет им, что Бог поможет и им также. Смирение связано с зависимостью. То есть, когда Давид говорит, что он будет хвалиться Господом, тем самым он говорит, что хочет донести до людей, что его сила и уверенность не в его способностях, а в Боге, который дал ему эти способности. Он зависит от Бога. И в своем уповании на Бога он уверен, что это даст кротким утешение. Так они смогут осознать, что для них тоже есть решение или выход. А затем их уверенность в Господе может побудить кого-то еще поверить в Господа. Итак, если мы видим человека подавленного или угнетенного нашим обществом, у которого нет ни надежды, ни уверенности в себе, и к этому человеку приходит тот, кто смирен в Господе, и начинает служить ему Божьей любовью, он может сказать, «Я тоже когда-то был на твоем месте. Я был таким сломленным и жалким. Я был в отчаянии и без надежды. Но потом я встретил Небесного Отца через Иешуа. Я встретил Иисуса, и моя жизнь начала меняться. Бог начал давать мне победу». И эта история ободрит этого подавленного человека, как сказал Давид, «Пусть услышат кроткие и возвеселятся». Важно понимать, когда мы несем свет Божий в мир, мы не должны читать людям лекции или нотации. Они не должны чувствовать, что мы давим на них. Мы делаем это, как такие же люди, как и они, но которые обрели Господа, и Он стал нашей помощью, и теперь мы хвалимся им. Это может придать уверенность любому. Тогда им не будет казаться, что вы соревнуетесь с ними. Они поймут, что вы в том же скромном положении, что и они, и что вы когда-то были так же разбиты, как и они. Когда они поймут, что вы такие же, как они, и вы стали целостными в Боге, это даст им огромную надежду. Поэтому Давид сказал, «Пусть услышат кроткие и возвеселятся». Затем он продолжает, «Славьте со Мною, Господом, превознесем Его имя вместе». Иногда вы просыпаетесь утром и чувствуете себя бодрым и вдохновленным, безо всякой причины. А иногда вы просыпаетесь и чувствуете лень или пустоту, или внутри нас нет никакого чувства, которое вдохновило бы нас благословлять Бога или славить Его. Начинайте свой день, благословляя Отца через Иешуа. Итак, друзья мои, с вами был Равин Шнайдер. Наше свидетельство очень нужно этому миру. Мир становится все темнее, и очень много людей кончают с собой. Людям очень нужно увидеть тех, кто имеет настоящее отношение с Богом. Поэтому давайте будем такими, как царь Давид. Пусть хвала Богу всегда будет на наших устах. Пусть кроткие услышат о нашей любви к Богу, о нашей любви к Иисусу и обретут надежду. У Бога есть большие планы для вас. Давайте продолжать двигаться вперед и отдавать Ему лучшее, что у нас есть. Пусть Божие благословение продолжает изливаться на вас. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Пусть Божие благословит их. Скомнение и для вас 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 Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь Он презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующей программе Равин Шнайдер расскажет о важности общины и Бога для нашей жизни в вере. Не пропустите этот захватывающий выпуск. В третьем послании Иоанна апостол призывает верующих поддерживать тех, кто был послан распространять истину Божию. Я призываю вас стать ежемесячным партнёром служения, узнавая еврейского Иисуса. Как вы знаете, нам дана возможность распространять Евангелие Иисуса через телевидение и также через Крусейды по всему миру. Без вашей помощи, дорогие мои друзья, мы не сможем это делать. Поэтому если вы верите в Божие призвание на этом служении, то я прошу вас подумать о том, чтобы стать ежемесячным партнёром служения, узнавая еврейского Иисуса. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог-Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на всё в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Господь да благословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова